Что сравняется с одной схваткой. Аллах Велик, я разве не сказал тебе, что обязанность перед матерью огромна, что ее статус очень велик? Послушай еще хадис пророка. Передает имам Аль-Бухари в Адабль-Муфраде от Саида Ибн Абу-Бурды. И я слышал, как мой отец рассказывал, что он увидел Ибн Умара и еминца, который делал таваф вокруг Абы и нес на себе свою маму и говорит, «Я для нее как покорный верблюд. Если даже верблюд сбежит, я не сбегу. Я ее ношу больше, чем она носила меня. Неужели я не воздал ей сполна, о Ибн Умар?» Аллах Велик. Человек посадил мать на свои плечи и делает таваф вокруг Абы, в этой толкучке, на жаре. И он радостный, что ему перепало так ее нести, и подпевает. «Я для нее как покорный верблюд. Даже если сбежит ее верблюд, я не сбегу. Я ее ношу больше, чем она носила меня. Неужели я не воздал ей сполна, о Ибн Умар?» Нет даже размер одной схватки. То есть все это не сравнится с одной схваткой из ее беременности. «Вот она, мама, о господа». У нас еще звонок. «Ассаламу алейкум». «Мухаммад из Саудии. Добрадед Аллах, твои дни». «Ассаляму алейкум». «Алейкум ассаляму арахмату Аллах». «С вами говорит брат Мухаммад из Саудии». «Добрадед Аллах, твои дни». «Моя мать сейчас в Йемене». «Что?» «Алло». «Да, я слушаю Мухаммад». «Я говорю, что моя мама сейчас в Йемене. Она отказывается переезжать в Саудию. Я могу оставить ее там. Я буду обеспечивать ее, отправлять ей деньги и то, в чем она будет нуждаться». «Ты говоришь, что твоя мама в Йемене, а ты в Саудии?» «Да, но у нее там дочь. Ее ребенок хочет оставаться с ними». «И она отказывается переехать в Саудию». «Я отправляю ей деньги ежемесячно». «Хорошо, я отвечу тебе, иншалам». «Да благословит тебя Аллах, Мухаммад, и поможет тебе делать добро матери». «Ну, Аллах говорит, Аллах не обременяет человека тем, что ему не под силу». «И знающие люди нас учили, что если даже не можешь сделать все-все, бросать все это тоже нельзя». «Побойся Аллаха в своей матери, насколько можешь. Созванивайся по телефону ежедневно или время от времени. Высылай ей денег и то, в чем она будет нуждаться. Да увеличит Аллах твое желание делать добро твоей матери». «Есть еще звонки?» «Хорошо, мы продолжим». «Мать, если она станет лучше, улучшится все на свете». «Мать, если она лучше, улучшится весь мир». «Ах, если бы у нас были матери, как Умму Сулейн». «Клянусь Аллахом, изменилось бы лицо этого мира». «Умму Сулейн». «Ах, если бы матери стали лучше». «Клянусь Аллахом, весь мир изменился бы». «И дома наши превратились бы в логовище, в котором вырастают львы для нашей Уммы, а не в высиживании птенцов, откуда будут вылупляться только куры». «И нет силы и мощи, кроме как у Аллаха». «Как давно было сказано поэтам, «Мать, это школа». «Школа». «Если ты ее подготовишь, подготовишь целый народ с хорошими корнями». Так же говорили наши предки. «За каждым великим человеком мать». «Имама Шафии», «Аль-Бухари», «Ахмад Ибн Хамбаль», «Суфьяна Саури», «Изубари Ибн Ауам». «Кто вырастил их такими?» «Они все выросли сиротами». «Их воспитывали праведные матеря, которые сделали из них великих имамов». «Ум-Мусулейм». «Вы знаете, что делала Ум-Мусулейм со своим сыном Анасом Ибн Маликом?» «Наш господин Анас Ибн Малик, когда ему было год или два, его мама Ум-Мусулейм учила его единобожию, говорила, убаюкивая и покачивая, нет божества, кроме Аллаха». «Нет божества, кроме Аллаха». И первые слова, которые произнес наш господин Анас Ибн Малик, нет Бога, кроме Аллаха. Она не говорила ему, скажи, мама, скажи, папа, она говорила, «Ля иляха илля Аллаха». Дорогие мамы, когда вы будете кормить грудью своих детей, вместе с молоком прививайте детям, Аллах сказал, посланник Аллаха сказал, матеря очень важна у раба Аллаха. Мы говорили о хорошем отношении к родителям и особо хотим подчеркнуть права матери, потому что Аллах завещал нам нашими родителями и о слушании родителей из самых больших грехов после предания Аллаху со товарищем. Потому что по причине хорошего отношения к родителям можно войти в рай, и хорошее отношение к ним больше даже, чем джигат на пути Аллаха. Хорошее отношение и с деянием, посредством которых прощаются грехи и принимаются мольбы. Увайз ибн Амир аль-Карани, хадис, который передал муслим, в котором пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Лучший из последователей, человек, которого зовут Увайз ибн Амир, у него есть мать, и он к ней хорошо относится. Если бы он поклялся Аллахом, Аллах бы выполнил это. У него была проказа, от которой он вылечился. Когда вы его увидите, скажите ему, чтобы он попросил для вас прощения грехов у Аллаха». И каждый год халиф Умар встречал делегации из Йемена и спрашивал у них, «Есть ли среди вас Увайз? Знаете ли вы Увайз аль-Карани, пока не попал на него?» Спросил его, «Ты Увайз ибн Амир?» Тот ответил, «Он самый». «И у тебя была проказа, которая прошла, осталась только размером с дирхом?» «Да». «У тебя есть мать, к которой ты относишься хорошо?» «Да». Умар сказал, «Пророк сказал, «Лучший из табиинов, человек, которого зовут Увайз ибн Амир, у него есть мать, к которой он относится хорошо. Если бы он поклялся Аллахом, Аллах бы исполнил то, из-за чего он поклялся». «О Аллах!» «Какова же была радость господина Увайза, когда он услышал радостную весть пророка, которую передал Умар, тогда как Увайз не видел никогда пророка. Но за то, что он поступал хорошо с матерью, Аллах поднял его до такой степени, что пророк приказал сподвижникам попросить его, когда они увидят его, помолиться за них Аллаху о прощении грехов. И во главе этих сподвижников был кто? Сам Умар ибн Аль-Хаттаб, второй халиф, тот, кому был обещан рай, что подняло уровень Увайза, хорошее отношение к матери. Дуа будет принята по причине хорошего отношения к матери, и трудности будут рассеяны по причине добра к отцу и матери. Разве вы забыли хадис о трех, которые вошли в пещеру? Среди них был пастух, который каждый вечер приносил кружку молока и пыл отца и мать до того, как выпьет его семья, а затем и он. И в одну из ночей он нашел отца и мать, уснувшими, не выпив молока, и остался стоять, держа кружку в руках, с ночи до самого утра. Продолжал стоять на своих ногах, и дети его у ног плакали от голода, и он отказывался пить и дать выпить своим детям или своей жене до того, как выпьют его родители. Где такое увидишь? Миллионы предпочитают довольство жены, предпочитают ее дурость, предпочитают порой довольство дурной жены, довольство матери. Позор! И когда они проснулись и поняли положение сына, отец сделал дуа за сына, и мать сделала дуа за него, и выпили молока. И когда он застрял в пещере и возвал к Аллаху, «О Аллах, если я это сделал ради Тебя, выведи нас из этого положения!» И отодвинулась скала, которая закрывала вход. Мы вступили в третий месяц. И это из основных причин, подтолкнувших меня на разговор о родителях, особенно о матерях. Месяц марк. Что это за месяц? Это тот месяц, которым придумал известный неуважением к родителям Запад то, что называется День Матери. На Западе не признают права матерей. Сын похоронит и уйдет. Исчезнет на месяц, а может и на год. Не будет знать, что с его матерью. Отрицает права матери. Вместо этого сделали один день для матери, для женщины. Давай мы в этот день будем делать им добро. Поэтому ты видишь, почти в каждом европейском или американском доме держат собаку. А иногда и несколько. Отец и мать воспитывают тебя, не зная ни дня, ни ночи, не только по праздникам. А мы читаем в газетах. Американский миллионер завещал свое наследство собаке. Британский миллионер завещал все, что у нее есть кошки. Как будто он намеренно мстит своей семье. У нас такие вещи недопустимы. Нам вменяется в обязанность делать добро отцам и матерям, пока мы дышим. У каждого государства мы видим национальный праздник. И у каждой области праздник. Каждое министерство тоже празднует свой праздник. И каждый человек, у него личные праздники. Свадебные юбилеи, дни рождения. Даже есть праздник любви. Праздник навозных жуков. Еще праздник. Праздники это религия люди. В нашей религии только два праздника. Идальфитр, идальахда. И пятницу можно считать из условных праздников. И все. Остальное все от лукавого. Эти праздники создают только проблемы. Приходит месяц март, и мать говорит сыну. На дворе март. Раскачай свой кошелек, дорогой сыночек. А что, имею же право? Имею. Праздник матери. И попробуй только отделаться в этом году от меня тем, чем ты отделался в прошлом году. В этом году я не приму меньше, чем золотое кольцо. Золото? Так оно же стоит 150-200 джунайатов. Да. Столько тебе нужно? А что, твоя тетя лучше, чем я? Посмотри, что ей подарили. Что, твоя сестра лучше меня? Ты видел, что ей подарили? Ну хорошо. Сестре нужен подарок. Тетям нужны подарки. И тёше. Если ты не принесешь подарок, не пустят тебя к себе в дом. А если у тебя будут дети? Три-четыре ребёнка. Все они будут стоять перед тобой с протянутой рукой. Нужны по 30 джунайатов. А зачем? Надо же купить подарок учительнице. Женский праздник. А потом, если твоя тёща умерла уже, приходишь домой 21 марта. Найдёшь свою жену, одетой в чёрную одежду. Раскрасила глаза тушью, а потом размазала его слезами по лицу. Что случилось? Ах, я вспомнила мать в этот женский день. Пусть Аллах благословит её. Женский праздник прошёл, а его беды ещё продолжаются. И хочется закричать. Ах, тёща, живой или мёртвый, не оставляешь меня. У нас всего этого нет. Нет всего, что мы упомянули. Нам приказано делать добро своим матерям столько же, сколько ты совершаешь вдохов и выдохов. Вопрос. До каких пор сын должен хорошо обходиться с родителями? Пока они не умерли? Нет. Это неправильный ответ. Хорошие отношения остаётся и после их смерти. То есть, если даже твой отец умер, ты должен относиться к нему хорошо. Если даже мать умерла, относись к ней хорошо. Хорошее отношение к ним в этом случае – это дуа за них. Это давать милостыню за них. Совершать хадж, умра, возвращать их долги, если остались. Выполнить их обеты, если такие были. Хорошее отношение к их родственникам, и можно продолжать долго. Вот несколько примеров того, как некоторые совершали добро родителям. Вы слышали про Зайнуль Абедина? Он, когда кушал со своей матери одну и ту же еду, ставил в разные тарелки для себя и своей матери. Его спросили про это? «Зачем, мол, ты делишь еду для матери и для себя?» Он ответил. «Я боюсь, что протяну свою руку к кусочку мяса, которую хотела взять моя мама, и тем самым попаду в число непослушных своим родителям». «О, Аллах! Аллах Велик! Аллах Велик!» Мухаммад ибн Мункадир рассказывает. «Мой брат Омар молился ночью. А я в это время протирал ноги матери. Нога его матери стала грубой, и он ее массажировал. Я бы не променял свою ночь на его ночь». То есть, кто получает большее воздаяние? Тот, кто провел ночь в молитвах, или тот, кто провел ее в прислуживании матери? Инусь Аллахом, тот, кто ухаживал за своей матерью всю ночь, намного лучше того, кто молился всю ночь. Потому что ночная молитва – желательное действие. А хорошее отношение к родителям – обязательное. Кахмус Аддай. Абу Нуайм передает в книге Хилья, что однажды Кахмус пришел навестить свою мать и увидел там скорпиона. Он захотел его поймать, но скорпион взял из дырку. Он, не раздумывая, сунул туда руку и схватил его. Скорпион начал жалить его. Жалить, жалить, жалить. У него изменился цвет кожи. Его лицо покрылось потом. Когда его вылечили, его спросили. Ты чуть не убил себя, зачем ты это сделал? Он ответил. Как же? Я нашел скорпиона в доме матери. А если бы он кусил мать? Она же могла умереть. О, Аллах! Он готов отдать свою жизнь, чтобы не пострадала мама. Клянусь Аллахом, если бы он умер от этого, он бы умер шахидом. Где мы видим такие удивительные примеры в наше время? Я бы мог рассказывать и рассказывать, но уже время вышло. Надеемся, что мы еще раз вернемся к этой теме, если на то будет воля Аллаха. И я прошу великого Аллаха, чтобы он нас сделал из числа тех, кто хорошо обходится со своими матерями и со своими отцами. И чтобы мы оставались добродетельными к ним, пока мы дышим. О, Аллах! Прости нам наше упущение по отношению к нашим матерям. И прости нам наше упущение по отношению к нашим отцам. Ты удовлетворяешь просьбы и на все, что угодно силен. Ты наш Господь и лучший Господин. И лучший из помощников. Я говорю эти слова. Прошу Аллаха прощения грехов для себя и для вас. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Сلام عليكم ورحمة الله وبركاته.